Не спасает ни закона тишине, ни отключение электричества. Жители Карла Маркса 65А по-прежнему проигрывают в неравном бою с горе-соседом. Несмотря на то, что большая часть жильцов подъезда недовольна его поведением, повлиять на мужчину никак не получается. Им отказывают в возбуждении дела об административном правонарушении. Ночь с 6 на 7 апреля жители дома 65А на Карла Маркса запомнят надолго. Сосед, который регулярно собирает у себя шумные компании, оставляет пакеты с мусором в подъезде, в очередной раз залил тех, кто живет снизу. Сломанная стиральная машинка или старая сантехника. Обычно так мужчина объясняет потопы, которые устраивает. Но в этот раз, по словам пострадавших от него, по стенам и потолку текла не просто вода. Виктор сидел в туалетной комнате, без света, весь испачканный своими экскрементами. Унитаз был разбит, из него текла вода. В общем, там антисанитария полная, из чего я сделала вывод, что у нас в квартире текла вода с содержанием его каких-то там кавловых масс. Несмотря на то, что квартира горе соседа на третьем этаже, от него страдают не только те, кто живет под ним и через стенку, но и на первом. У меня маленькие дети. Все несется ко мне в квартиру. Под квартирой постоянные акты у собаки. Во-вторых, недавно все ковры, все, что сантехника у него слила, все лилось к нам под мою квартиру. Все это тащилось с соседями. Всех наших детей был ротовирус. У всех детей. У нас маленькие на четвертом этаже, под второй этаж. Мы одновременно лежали в инфекции. В первом отделении наши дети. Не знаю, связаны это или нет, но остаются вопросы. Однако своей вины мужчина не признает. Еще одна проблема – нарушение тишины. В квартире мужчины регулярно собираются шумные компании. У них периодически выламывают двери. Сами себе они ее выламывают. Несколько раз ее уже меняли. Они выбрасывают из окон предметы. Не только мусор, но и мебель. Все это падает в опасной близости от припаркованных рядом автомобилей. У них очень часто громкие скандалы среди ночи. Занял плату и счетов за свет. Ему отключили электричество. При этом, как рассказала Елена Усенко, из квартиры все равно периодически доносится громкая музыка. А застолья заканчиваются криками и разборками. Однако, несмотря на звонки в полицию и многократные коллективные жалобы в различные инстанции, привлечь к ответственности мужчину не получается. Мы направляли уведомления, в которых мы информировали нарушителя о том, когда будет осуществлено рассмотрение его дела и составлен протокол. Однако, данный гражданин во всех случаях почтовое отправление не получал. То есть, у нас пришли отказы, что он не обращался в почтовую службу. Выезды тоже у нас производятся по месту. То есть, мы пытаемся наручно вручить, но во всех опять же случаях дверь квартиры никто не открыл. В связи с чем, по истечении трех месяцев, нами вынесено определение об отказе от возбуждения производства. За два года мужчина так ни разу и не понес наказание. Самая главная проблема, которая на сегодняшний день есть по реализации этого закона, по привлечению к ответственности, прежде всего, нарушителей, это отсутствие подписанного соглашения между управлением ВД по Магаданской области и правительством Магаданской области. Сейчас Елена Усенко написала письмо в прокуратуру. Ждет помощи от защитников закона. Сделай свою жизнь ярче! Приходи в электросвет! Мы открылись! Электрик ты или домохозяйка? Здесь ты найдешь много интересных и необходимых товаров. Пролетарская 19 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова